ну вот в принципе так все на если просмотреть эти все корни по по этим самым составляющим как они вот в этой системе то можно очень красиво увидеть вот этот переход от а до ри на а и ури то есть все концепты будут в одном в одном сетапе да то есть если да да везде основной элемент первый то в принципе изменение смысла должно зависеть от гласной больше чем от согласной правильно если одна и та же гласная по логике то есть отсюда до давать или отделять и быть отделенными и даден им так сказать пассивная диеты ду это вот создавать такую дуальности отсюда страдать то есть гореть даже может быть или болеть потому что дуальность вот это она всегда создает боль и дри драть русская на драть резать разбивать на куски проводить вот эту дуальность про продырявливать и делать дыры отсюда дари дра дари дра это бедный дари драт и быть бедным ас по существу быть в дырах до быть все время в каких-то пробелах пробелах куча всяких пробелах нет единства существа но разорванные куски быть увесья в тряпках смотрят дари дра бедный тоже дры интересно и корень дрей в основном это драть на ну вот свои если посмотреть давать первые разделять быть разделенным создавать эту дуальности страдать от нее и наконец-то драть совсем то есть видно весь все 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 одинаковые смыслы но с другими оттенками как бы оттенки создаются как раз этими классами если возьмем дга дги ду гуд гри то тоже будет очень приблизительно то же самое дга дату ду эстеблиш то или удерживать или устанавливать нечто устанавливать то быть установленным или концентрироваться на то есть быть как бы как бы стабилизированным или медитировать удерживаться по отношению к объекту котором ты мыслишь дгу уже тушейкен 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 ту бешейкен да то есть или тушейкен тушейк самому самому дрожать то есть держаться в этом сам в дуальности как бы дрожать или дрожать кого-то другого, трясти, трястись или трясти. А дыри уже держаться, вопреки всему, что сопротивляется. То есть как началось, да, удерживать себя, устанавливать, то эта установка пройдет по всем основным корням с окраской гласных. Мы посмотрим на бха, бхи-бху-бху-бху, тоже очень интересное. Бха являться или сиять, бхи бояться или быть таким tense, to be tense, to shrink, сокращаться. То есть если бха – это спокойно распространяться, как ты есть, то бхи – это сокращаться к себе. То же самое, что и везде вводит, и разворачивает действие а на самого себя. Если да – давать, то дия – быть даденым, разворачивает в пассивном смысле. Здесь та же самая идея. Бха, так сказать, быть естественным в своем явлении, то бхи будет сокращаться к самому себе, уходить от этого распространения, концентрироваться на себе. Бху – наоборот, оккупировать пространство, новое пространство, становиться, не просто являться как таковое, а уже оккупировать нечто, дуальность. И bgri to bear, то есть выносить, нести, вопреки всякому сопротивлению, удерживать свое явление, себя как такового. или выносить нечто. Вот это довольно прозрачно видно, как… Да, интересно, какие они краски дают, да? То есть а всегда дает какую-то широту, спокойное явление, да? А эти по-другому разворачивают это же явление, по сути, с другого ракурса. Ну, па-пи-пу-при, тоже интересно защищать, и вот мы говорили пить, да? То есть наполнять себя чем-то и таким образом быть защищенным, потому что ты наполненный, у тебя нету пробелов, к тебе нельзя войти, да? К тебя нельзя никак проникнуть, потому что ты полон своей идеи, своей силой. Тебе, чтобы захватить существо или человека, его нужно где-то опустошить, нужно найти пробел, куда можно войти. Представь, ты полный, да? У тебя пробелов нет никаких. То есть ты абсолютно защищен. Может, вопрос? У нас получается, когда А у нас, вот, если смотрите, корни, оно дает движение какое-то из широты всего, из широты сознания, движение к объекту, какое-то вот идет. Когда мы вносим И, то это как будто бы объект по отношению к этому как бы движению. Да, это скорее такой разворот, да, пассивный разворот. Это становишься как бы... Интенсификация этого А происходит по отношению к центру, да? То есть ты каким-то образом прекращаешь свое естественное положение и возвращаешься к себе, к центру. То есть ты сокращаешься, потому что интенсивность А как раз и есть то самое сокращение. То есть и оно делает тебя более таким... И как раз делает более сокращенным. Да. И делает более напряженным. Да. И делает, по сути, разрыв иногда. У него есть контекстуальное значение разрыва от этого широкого движения, да? То есть он как-то... Ух, почему там боятся появляются, да? То есть это разрыв с этим А-полотном, да? Которое спокойно льется. А-полотно это действительно спокойно льется, да? У дает какое-то свойство, какое-то это другое какое-то, по-другому мы смотрим. У дает свойство, что происходит с тобой, когда в тебя вливается это А, то есть оно в пространстве тебя, да? То есть как не знаю, как... Ну, то есть это... Ты даже смотрю, ты become pure. Чистым, да, становиться. Но это потому, что там есть это движение питья, да? Ха, да? Это движение наполнения сначала есть. А потом это тебя очищает. То есть это уже является неким следствием, но в пространстве. Отношению к какому-то... Угу, правильно, правильно. Лично тебя. Но А-ри, Ри дает уже какую-то совсем уже физическую характеристику. Оно какое-то на другом плане, я бы так сказала. То есть вот И... И дает индивидуализацию, вот что я хотела сказать. Если А это трансцендентальный звук, то И дает индивиду... Почему у нас индивидуал, у нас плашные И там. Угу. Он дает эту как бы... И как раз здесь происходит разделение там вот этого А в индивидуальную форму. Это какое-то отделение. И тем самым разные качества рождаются. Да, очень хорошо. Вот эта индивидуализация, это очень точное замечание. Это вот этот вот фокус, локус индивидуальный, да? То есть собирание назад к себе, да? Всего того, что было естественным для всего. Сейчас это все фокусируется на тебе, индивиде. У – это оккупация этим индивидам пространства, в пространстве и во времени. Уже оккупация, когда он есть. И при – это уже своего рода преодоление, да? То есть какое-то преодоление... Он тоже в рамках индивидуального движения. Да, да. Перелив через поверхность, да? Через те границы, которые и устанавливают, когда оно в случае как бы рождается в пи. Хорошо, да, 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 да. Потому что я так вот, если прям в сети смотреть, глаголы, прям видно в них какая-то окраска. Угу. Очень хорошо. Вот, я смотрю, бхи – бояться, там, быть напряженным. Пи – become fata strong. Это индивидуальное какое-то качество, которое возникает. Угу. Очень хорошо замечено, да. И вообще, вы, вся пассивность тоже индивидуализирована. To be established, да, сразу идет разворот на себя, да? Да. Очень хорошо. И очень похоже на то, что и, и ри, они тоже как-то интересно связаны, потому что, ну, это индивидуальное движение, а, а и у тоже как-то интересно связаны. А – это более естественное, то есть вне вопросов, явления, да, вне пространства и во времени. А у – это представительство вот этого, а в пространстве и во времени где-то, вот такое. Там появляется дуальность движения. Да. У, кстати, больше широты в себе ее несет, чем, как бы, и, да? Ну, да. Ири. А оно не такое зауженное. Оно способно тебя расширить куда-то. А, кстати, вот почему эго, да? Иго. Оно все связано с и. Да, все, ай, ай, вот это вся айканье, я, я, это они, эти словечки, которые с и связаны, да, указание, почему тоже в бхавати, вадати, да, он говорит, почему это и в конце к этому причастию, потому что вадат – это причастие настоящего времени, говорящий, вадати – это говорящий сейчас, в данный момент, да, вот этот момент данный, актуализация сейчас, в данный момент – это и, это она. А бхават – это прошедшее время, то есть перенос его в какую-то такую трансцендентальность, то есть прочь от актуализации, куда-то в другое время. А бхавату, интересно, о, рассмотреть, да, здесь, это вот нужда, да, да, будет, интересно, то есть идет проекция в какое-то другое пространство, бхавату, да, то есть это то, что должно стать, то есть идет куда-то пространственная какая-то протяженность, дуальность, да, нужда. Нужда имеется в виду, что есть другая точка, к которой эта точка относится и как-то она с ней создает вот это вот напряжение в пространстве. То есть бхавату должно стать, это оно во времени еще как бы, то есть оно как бы движется, но и оно там еще до конца не устоялось, но оно оккупирует уже в пространстве. У нас нету бхаватри или чего-то такого, но у нас есть интересный суффикс три-делателя, да, который используется, ну это три, да, нужно не забывать, это от того, что трансцендентальность, переправляться, тара, тара как явление движения с одного места в другое, да, то есть переправа, то есть тара как ящик, в который все было клали и отправили, да, или тара как стелла, как звезды, да, они тоже, то есть вот это три, как дело тель, вот это тель русская, да, или матри-матери, вот это оно, это тоже ри, здесь есть своего рода какое-то движение, ри имеет движение, да, при всем при том, что оно как бы вибрирует в заключенном каком-то одном пространстве, все же оно, оно каким-то образом вибрируя в одном пространстве, пробивая точку в одном пространстве, оно создает движение или выход куда-то за рубеж, прорваться сквозь какой-то, какой-то заслон, да, переправить. С технологией нашего движения, сначала а-а-а такое, да, потом индивидуализация, делились, уже появились заслоны, и там уже, ну, все как бы отделено, да, потом мы стараемся оккупировать еще какие-то, выйти за рамки, а ри это то, что сверлит эти заслоны, правильно, то есть что, чтобы нам через них пройти, пройти опять же. Если ты взглянешь на вот эту самую философию, то я как раз в этих четырех, почему я их так выставил в этом порядке, а не у последней, а ри ближе к этому, потому что философски я понимаю их как вот четыре силы матери, да, Магаэшвари это Апа, например, Магакали это Пи, это Магалакшми это Пу, да, она дарует вот это блаженство, чувство, да, она каким-то образом эманирует вот это качество существа, да, и При это уже отработка в деталях Магасарасвати, ты увидишь как раз четыре силы. Они очень хорошо, просто буквально совершенно ложатся в эту форму, по всем другим тоже глаголам. У меня такой же смахакали какой-то не устанавливается внутри, совсем не установилась, а смахакали и... Так это интенсивность, да, вот это интенсивность этого качества, интенсивность того, что Магаэшвари явило, это своего рода вертикаль, да, вертикаль Магаэшвариевской горизонтали, она ее как бы разворачивает и делает ее настолько интенсивной, что, конечно, она смотрится как будто мы как бы умаляем ее широту, но мы интенсифицируем ее качество. Ну, в любом случае мы имеем дело здесь с контекстуальными значениями, нужно не забывать, да, в словарях, как люди это переводят и все такое, поэтому если мы захотим по-другому как-то перевести, мы можем найти другие эквиваленты этому, да. Мне кажется, что и это довольно неплохая для Магакали идея, хотя мы всегда спорили об этом, да, красные там идеи, ри или и, да, ри и и, они близки. Ри для меня это Магасарасвати, отрабатывая. Я со всеми тремя, как бы, у меня сразу так легло, да, потому что оно как-то так внутренне, ну, просто внутри сопоставления и и Магакали не было такого. Сейчас много вопросов. И через интенсив, наверное, да, у нас сила интенсивная. И там еще что-то, там еще какая-то добавочная, оригинальная сила, которую другие силы матери не имеют. Магакали – это самая чистая сила матери, да, она представляет мать в чистом виде, да, это сила сознания, да, это сила отделения вот этого бытия в формы отдельные в пространстве и во времени. Это их своего рода, как бы, вот эта вот концентрация, чи, да, вот самый чистый корень для этого чи, чи-но-ти, чи-ну-те, да, то есть концентрироваться. Сознание концентрируется и выбирает аспект бытия для его формирования. Потом в пространстве оно формируется или в становлении оно формируется через У, а в Ри оно оформляется в форму, наконец, и является. Но для этого, чтобы оно оформило себя в форму, нужно, чтобы сознание сделало работу, сделало отбор от бытия, да, чтобы оно выбрало интенсивно, взяло какой-то элемент, создало индивидуальную форму, что ли, индивидуальный фокус сознания, да, внутри самого безграничного единого бытия. То есть оно создает какую-то возможность для появления нового существа в бытии, индивидуализирует вот эта универсальная бытия. И в этом... Ну, в общем, такая идея, да. Я вращаюсь, например, к Триаде, да, Вишну, Брахма и Шива, да, Вишну с Лакшами у нас стоит обычно, для него считается жена. У Брахмы это как раз Махасарасвати. А что же тут получается с Шивой? Тут еще две ипостаси, Махешива и Махакали. Скорее Махакали, да, Шива будет. Интересно, что у всех у них трех есть элементы этих звук, заметь. Вишну это В, У, Шива это как раз Ш и И, это как раз вот эти два звука, И, Чачхазячханяяся, И, вот это палатальный. А и Брахмана, Брых, Брых, да? Брых, да, да, да. То есть интересно, что элементы вот эти первые, гласные в этих слогах там имеются. А А, вот Ма, я даже не знаю, это, мне кажется, выходит, оно как бы представляет бытие, да, в чистом виде, всех этих формаций, движений, трансцендентальных. Ну, если так брать, это, конечно, мы просто как бы играем в эти игры, да, но все равно. Ну, просто у Шивы начинается как бы Ади-Шакти, да, вот Шакти, кто у нас, Кила, да, ну, как бы Махакали – это одно из ее проявлений, по сути. Я, то есть, как бы тут плаваем. Ну, так и есть, так и есть. Шива, конечно, это тот, который может интенсифицировать бытие до пределов, да, то есть он может интенсифицировать до того, что все разрушит. Или, ну, если развернуть горизонталь в вертикаль, да, вот это Шива, он может интенсифицировать любой момент бытия до его Абсолюта, да, чего Вишну делать не будет, да. Он будет все увязывать, он будет все согласовать, согласовывать, да, в движении, он будет всему придавать свою гармоничную форму общего развития. Чуву Шива делать тоже не будет, он всегда интенсифицирует. А Брахман, конечно, каким-то образом, не знаю, насколько это, Сарасвати, конечно, это его сила, может быть, в каком-то смысле это и есть творец, да, потому что он, как Брахман своем Богу, рожден на супраментальном плане, из Вишну, да, так сказать, из его пупа поднимается лотос, в котором рожден четырехликий Брахман, как творец этого мира, то есть он всему придает свою форму, расширяет его пространство, то есть распределяет все эти формы, сформированные сознанием, в тела, как бы, в пространстве, отделяя их в пространстве и вовремя, отрабатывая их отдельные явления. Но это очень, как бы, мы говорим каким-то языком, совершенно символичным, да? Плоским, я понимаю. Да, ну, если мы такое сделали и аналогия, то это не совсем неверно, так скажем. Я начал пользоваться вот этими силологизмами джайнийской логики и паниниевской логики. Вот это, что я сказал, не совсем неверно, да, это вот как раз вот эти силологизмы, да, не обязательно сказать верно или неверно, можно сказать не совсем верно или не совсем неверно, это другой силологизм, да? Они гораздо мягче, да, чем верно и неверно. Да, они тоже точнее по отношению к тому, что мы описываем. Точнее, да. Ну, вот «Маме ему умри» тоже очень интересный этот самый. Одну секунду, кто-то звонит, я вам знаю. Алло? Алло? Игир, за Кусаулькой поедешь? Сори. Окей. Ну, если мы взглянем на «Маме ему умри», и ты сразу увидишь вот эти все, это очень красиво здесь видно тоже, измерять или творить, как мать, да, матри, она все являет, если это измерение, там не тоже измерять, но уже уменьшать, то есть снова начинается вот это движение уменьшения или сжатия. Ну, наше измерение в индивидуальной форме относительно великого измерения, наверняка оно уменьшенное. Ну да, это же так. То есть, ну, в первом «Ма» нет уменьшения смысла, есть лишь творение формы, заметьте. А вот здесь творение формы с уменьшением, то есть уже появляется вот эта вот тенденция к… Это то, что мы делаем. Да, эгоистическая тенденция к себе. И дальше «Му» тоже, снова измерять, но уже связывать, смешивать, да. Измерять через смешение, связку с другим, то есть уже появляется эта дуальность в пространстве. И, наконец, «Мри» умирать. А здесь можно пересмотреть этот смысл умирать, потому что здесь что-то какая-то собака зарыта, да. То есть можно нам по этой схеме логики вывести новое значение и понять, что такое смерть. Ну, мы говорили об этом, что это прорыв. Я еще раз прочитала там цитату о жертвоприношении Божественной Матери, Уши Рыбинги, и то, что он говорит, что на самом деле им считается, что сделал Пурушину, на самом деле это как бы, если так уж совсем точнее, то это Холокост Божественной Матери. И как раз у него есть такая строка, что она, умирая, нас, то есть рождаясь, на самом деле, умирая, то есть, по сути, для нас «Мри» — это как раз выход в мурма. Очень хорошо это говорит. Другое отношение к смерти — это такое, все эти границы уходят. Ты знаешь, да, как оккультизм расписывает это. Мать, там у него в священном имени Яхве и Яхве, это Йод-Хи-Вау-Хи, там два Хи. Вот это Хи звука два, это две Матери как бы. Если Йод-Хи-Вау-Хи, такой крест, то Йод-Хи — это Йод, это отец, Вау — это сын, а горизонтальная линия, которая их перечеркивает, — это мать. Хи-Хи, Йод-Хи, Вау-Хи. Если мы вертим ее по часовой стрелке, вот Йод-Хи, Квау-Хи и снова Кьёд, то это смотрится так, что, так сказать, Пуруша оплодотворяет прокритий и рождается как сын, да, а потом он представляет прокритий снова, уже как взрослый, да, и становится отцом, и снова оплодотворяет прокритий, воплощается как сын, представляет прокритий, становится отцом в одном направлении. А если в обратном инри, обратное движение, то Пуруша умирает и возрождается как сын у своей матери и своего отца. Обратное движение. Очень интересное такое видение. Смерть как рождение. Вот это об этом печь. То, что ты упомянула, смерть как рождение, это так и есть. Для того, чтобы нам родиться, нам нужно умереть по отношению к нашей жизни в эмбрионе. Мы в матке жили, это был наш дом, а сейчас мы умираем. То есть мы уходим из этого дома. А у нас обрывается пуповина, связь с той жизнью. И мы живем в новом мире. Вот это смерть и жизнь. Это переход из одного места в другое, из одной формы в другую. Вот переход формы. И отсюда вот почему Ма, вот этот корень Ма важен. Не слышно тебя. Sorry, я тут рассказывала. Я рассказываю тебе, да. Не слышно было, да. Ты выключен. С моим рождением. А сколько из личных форм осознания, негативидуальности, родиться в ограниченности. Вот знаешь, сейчас. И вот это как раз-таки рождение смерти в том, а потом обратное движение, смерть этой формы, и как бы снова выходить туда. Почему хочется уйти, как говорят, бегство, да? Ну, в общем, хочется. Я, на самом деле, очень позитивно отношусь к смерти. Ну, то есть вот так вот некоторые боятся, я думаю, как это жить. Все долги списаны. Отработать и пойти отдохнуть. Ну, до отдыха там далеко, но все равно. В любом случае, ничего страшного в этом нет, потому что, во-первых, все долги списываются. Вот что очень важно. Все вот эти обязательства взятые на себя, все на тебя возложенные expectations. Все ты оставляешь спокойно. Уже не нужны ни деньги, ни какие-то там кому-то угодить или кого-то там понять. Несоциальные отношения. Все списывается. Такое чудо, да? Понятно, в чем мы пребываем, да? Нет, 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 шутка такая. Я думаю, нас тут удерживают. Я говорю, почему иногда такие бывают, ну, очень ренькие проблески наверх туда? Они такие секундные, две секунды. У меня такой голос приходит, говорит, если тебя там подольше подержать, ты сюда вообще не захочешь. Хочешь, ну, как? Я в детстве родилась, я маленькая ходила, и у меня была одна мысль, боже, опять этот мир. И было четкое узнавание. И четкое узнавание, что это беда бедой. И у меня родители говорили, что я очень долгое время не улыбалась с детства, потому что у меня было один день, и я очень любила спать. Ну, то есть уходить, пробуждаться, и так, знаешь, опять все то же самое. Интересно. Поэтому тут это, покажи другую реальность, и все. Да. Это нужно, насколько быть в сакрифайсе, и уже осознавать все вот это, а не пытаться уйти. Окей. Ну да, ну тут и больно. Я вчера говорил, я не присутствовала на встрече. Да? Ко мне говори. Алло? Да, я здесь. Сейчас со звуком. Вчера на эпике и на шее не была, потому что у меня была встреча по миру вашим технологиям. Угу. Вот. Да, но сделать никак не могут. Все готовости, мысли какие-то. Да, у нас с реализацией какая-то проблема у всех. И у меня тоже какая-то. Это все идеализм какой-то. А вот реализовать, что-то сделать, вот склеить все в одну форму, да? Создать свою форму, настаивать на ней. Этого желания нет, как бы. Нет. Проблема в этом. Потому что если бывает просто при... Умов встречают, знаешь, так... Могут делать, но они не знали, как. Там... Я рисовала... Понятно. Ну, кажется... Что-то сегодня выпадает он. Ну, ладно. Тогда до воскресенья, да? Окей. Да, ладненько. Ну, все, тогда все. Пока. Пока. Продолжение следует...